Эфир телеканала Кубань 24 продолжает программу артефакты. С вами Екатерина Славянская. Особенный почерк, яркие, сочные мазки и неповторимый орнаментальный характер произведений. В Краснодарском краевом художественном музее имени Коваленко проходит выставка «Цветные сны Михаила Архангельского». Посвящена она 80-й годовщине со дня рождения кубанского автора. Художник трепетно любил природу Кубани, тонко чувствовал ее, передавая тончайшие нюансы на холсте. В экспозиции представлены произведения живописи и графики из частных коллекций, мастерской художника и фондов музея. Жизнь Михаила Архангельского была насыщенной. Мастер пейзажа и натюрморта всегда был в поиске. Много работал, импровизировал быстро и с упоением. В последние годы творчества он ушел от фигуративности. Этому посвящен второй зал нашего проекта. Мы приглашаем краснодарцев, гостей города, любителей искусства, любителей нашего музея посетить выставку. Вы откроете в ней много нового для себя и о себе. С солнцем в сердце сегодня в студии нашего телеканала побывал один из самых зажигательных исполнителей российской сцены, народный артист России Олег Газманов. Он рассказывал о том, почему люди поют и читал стихи. Полную версию интервью смотрите в нашем эфире сегодня в 17.10 на Кубань 24. Ну и совсем скоро краснодарцы вместе с героями спектакля «Новогодняя фантазия-24» отправятся на поиски волшебной книги желаний. Все подробности узнаем у постановщика Жанны Пономаревой. Жанна, здравствуйте. Здравствуйте, Катерина. Ну так, раскрывайте секреты. Какое же будет волшебство на сцене? Что ждет зрителей? Прежде всего, зрителей ждет очень большой, очень красочный и очень яркий спектакль. Потому что у нас подразумевается шесть смен картин. Такого еще не было. То есть это будет шесть мест действия, шесть разных декораций совершенно. Мы погрузимся в параллельный мир. Он будет точно такой же, как наш, но будет жить по законам волшебства. И, конечно же, мы познакомимся с очень интересными, очень яркими героями. Хорошо. Ну, раскройте, какие герои будут? Хотя бы парочку. Вы знаете, не люблю делить на хороших и плохих, на положительных и отрицательных. То, если грубо говорить, то положительные герои – это мягкие, ожившие игрушки. А вот отрицательные герои – это совершенно неожиданные персонажи. Это крысиный император. Это летучая мышь Каргола, очень обаятельная и красивая. Ну, в общем, будет масса новых персонажей, которые будут очень, знаете, такими насыщенными, очень неоднозначными, с достаточно такими интересными характерами, с интересными завязками и с интересной, собственно, развязкой финалом сказки. Ну, получается, актерам очень интересно над своими персонажами работать, потому что вот эти вот все грани прощупывать, как-то искать. Да, да, конечно же, интересно, потому что эти, я же говорю, их нет хороших и плохих. У каждого своя мотивация, у каждого свое желание, которое все хотят, чтобы в новогоднюю ночь исполнилось. Хорошо, а что легло в основу этой постановки? В основу постановки легла пьеса. Пьеса – это называется «Час чудес». Ее написал московский драматург специально для новогодней компании. То есть это именно та пьеса и тот спектакль, который… эти события не могут произойти в другую ночь, они могут произойти только в новогоднюю ночь. Волшебство такое. Хорошо, кто задействован? Расскажите, я знаю, что огромная команда. Да, огромная команда – это, конечно же, наш любимый балет шоу Театра Премьера, это артисты Молодежного театра и артисты Дворца искусств Премьера. Буквально скоро, да, начнутся репетиции на сцене, будете все это сводить. Вот перед этим этапом, что самое важное? Самое важное, сначала это был разбор пьесы, затем уже с художниками и сейчас, например, с балетмейстерами мы прорабатываем все до того, как мы выйдем на сцену. Потому что очень много декораций, очень много костюмов. Наши актеры, когда они уже придут на первые читки, они увидят массу эскизов, которые тоже уже детально проработаны, уже шьются, уже изготавливаются. То есть мы сейчас ведем полностью вот такую подготовку, техническую, можно так сказать. В общем, задачу вы поставили не из легких, да, цехам? Да, 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 да. Ну и вы, как режиссер-постановщик, наверняка каждый жест, каждое все это будете просматривать, каждое движение, в том числе и эскизы, да, просматриваете детально. Да, да, всегда идет работа, мы все проговариваем, все обсуждаем, все просматриваем, с балетмейстерами также они, скажем, предлагают. Мы пробуем и уже приходим к общему решению. Все вместе, и художники, и балетмейстеры, и режиссер, и артисты. То есть мы стараемся найти такое, в чем мы раскроемся все. Жанна, ну расскажите, пожалуйста, почему артисты безумно любят участвовать в новогодней фантазии? Что это за волшебство такое, что они так с упоением ждут этот период? Ну, знаете, мне, честно говоря, сложно сказать. Я для себя еще не поняла, что это такое, потому что действительно мы попадаем в огромную-огромную сказку, в огромный какой-то мир, в котором мы существуем все вместе, и который наполнен, ну, каким-то неимоверным светом и любовью. Как выбиралась именно эта постановка? Как вам в руки попало? Мы, конечно же, да, мы многое отсматривали, мы многое читали, многое... Очень хотелось уйти от прошлогодней-новогодней фантазии, потому что это был русский стиль, это был Пушкин, и это получилось красочное действие. Поэтому здесь хотелось кардинально... Это такое родное. Которое будет, я думаю, что интересно и взрослым, и детям, потому что ответы на те вопросы, которые вначале задают игрушки, мы получаем в финале. И это, ну, действительно имеет смысл быть, и это все, знаете, как-то не зря. Эти вопросы наверняка каждый из детей задает себе. Да, да, я думаю, что да, и дети, и иной раз даже взрослые, в своей взрослой жизни тоже задают такие вопросы. Вы, как режиссер, что приобретаете, когда ставите новогоднюю сказку, новогодний спектакль? Я, прежде всего, мне кажется, я, как человек, прежде всего приобретаю Новый год, приобретаю те чудеса, которые происходят. А как режиссер я очень люблю наблюдать, как раскрываются артисты. Потому что вдруг из этих серьезных, профессиональных людей получаются такие обаятельные зверюшки, игрушки, такие неожиданные персонажи. И это, ну, это волшебство новогоднего спектакля, когда из нас происходят чудеса. Вообще, Жанна, расскажите, вы верите сами в чудеса? Вы творите эти чудеса для сотен-сотен краснодарцев и жителей края? А сами вы? Я верю. Я всегда загадываю желание в новогоднюю ночь. Всегда сбывается. Всегда. И, в принципе, эта сказка говорит о том, что все чудеса, они в нас. Может быть, нужно еще чуть-чуть побольше чего-то хотеть? И, может быть, нужно почетче сформулировать? Потому что если намерения благие, если сердце открыто, то почему бы желанию не сбыться без всякой волшебной книги? Ну, именно волшебная книга в вашей постановке помогает раскрыться? Она, вы знаете, самое интересное, что она помогает не исполнить желания, а она помогает раскрыть внутренние желания, какие они есть на самом деле. Она помогает раскрыться нашим персонажам. А все чудеса происходят только потому, что все мы здесь сегодня встретились, и только потому, что мы такие, какие мы есть, мы встретились, и вот между нами произошли чудеса. А книга желаний оказалась все-таки оставлена немножечко на потом, на боли, скажем, глобальной. Не раскрывайте, вот о чем хотелось о другом немножко поговорить, да, о музыкальном сопровождении, какие композиции будут, что услышат дети и зрители старшие? Да, смотрите, мы в последнее время стараемся все-таки использовать, скажем так, оркестровую аранжировку, поэтому у нас уже записаны фонограммы. Это будет, опять же, оркестровая музыка, это будет очень качественная музыка, композитор из Москвы нам тоже в этом помог. Все специально для этой постановки. Да, и сочинил специально для нас такой музыкальный ряд. Хорошо, а будут ли какие-то интерактивы с детьми? Будут, будут обязательно, они будут как в спектакле, но несколько хочется уйти от стандартных схем, поэтому пока не буду раскрывать, такой планируемый сюрприз для зрителей, планируем такой интерактивчик, который, ну, скажем так, наверное, не ожидает. Так же будет интермедиа перед спектаклем обязательно, где все детки смогут покричать, познакомиться, в общем, выпустить пыл и немножечко понять, а куда же мы попали, в какой мир, куда мы попадем дальше. То есть постепенно-постепенно вводите вы в этот волшебный мир постановки? Да, именно так. Жанна, ну, еще такой вопрос, вот вы как постановщик, скажите, что же сейчас нужно культивировать в детях, чего не хватает и что благодаря вашим постановкам они смогут приобрести? Вы знаете, мне кажется, детям, на мой взгляд, больше всего не хватает внимания, потому что мир у нас очень современный, он суетной достаточно, он очень быстро меняющийся, развивающийся, все мы немножечко куда-то торопимся. И вот придя на спектакль, вот на такой спектакль, мы можем остановиться и посмотреть, в общем-то, на себя и получить то внимание, ту любовь, ту заботу, которую нам, наверное, немножко иногда, особенно нашим деткам, не хватает в этой суете. А что бы вы посоветовали взрослым? Совсем скоро начнется этот суетной период, когда будут в погоне за горошком и так далее. Что можете пожелать взрослым? Взрослым я хочу пожелать, наверное, все-таки в этой погоне тоже немножечко остановиться, прислушаться, а кто что хочет на самом деле. И давайте все-таки устроим себе настоящие праздники, а новогодний праздник, мне кажется, это очень семейный праздник, поэтому его обязательно нужно вместе со своей семьей, со своими близкими и родными. Как вы будете встречать Новый год? А мы будем встречать Новый год с премьерой на Театральной площади, потому что у нас традиционный концерт, в общем-то, с близкими и родными. Хорошо, Жанна, спасибо огромное, что сегодня были с нами, обязательно увидим, обязательно посмотрим эту новую постановку и погрузимся в это состояние волшебства, в эту сказку, которую вы творите. Спасибо огромное. Ну что ж, такими сегодня были новости культуры, оставайтесь с нами на телеканале Кубань-24. Продолжение следует...